Ну что, друзья, три простых совета для тех, кто начинает чем-то заниматься. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. С данным принтером я уже вожусь две недели, печатает все хорошо, все идеально, процесс идет. Полиамид 6, это один из сложных материалов, делается на данном принтере. И когда мне говорят, типа, ну ты в этом не шаришь, ни хрена в это лезть, ни хрена нам это показывать. Ну, ребята профессионалы, пьют пиво, скорее всего, профессионально. Поэтому, еще раз, кто ничего не делает, тот не ошибается. Наверное, третье самое важное правило. Всегда вините только себя во всех своих проблемах, горях и радостях. Купили что-то, оно споломалось, виноваты вы сами. Сделали что-то не так, оно споломалось, виноваты вы сами. Всегда, что у вас что-то произойдет, виноваты вы в этом будете сами. Заработали много денег, и в этом тоже виноваты вы сами. Перекладывание ответственности на другого человека, это самый простой способ. Ну, либо самый глупый способ уйти от данной ответственности и обвинить другого человека в этом. Третье, наверное, самое важное правило. Если ты хочешь получить то, чего у некоторой жизни не было, начни заниматься тем, чем у некоторой жизни не занимался. Один из примеров, это компания X-Tool, это любое лазерное оборудование. Только после 33 лет я стал заниматься тем, чем у некоторой жизни не занимался, и получил то, чего у некоторой жизни не было. Это лазерные станки, оборудование, ЧПУ, 3D принтеры. Любимая работа, любимая профессия. Ну, и напоследок, наверное, самое важное правило. Прежде чем что-то написать, либо сказать, подумайте 10 раз. Научитесь слушать, и только потом уже говорите. По крайней мере, это правило помогает в жизни проанализировать некоторые моменты по работе, по станкам, по оборудованию. Общаясь с людьми, что тебе хотят предложить, либо продать. Поэтому, в первую очередь, научитесь слушать, и только потом уже говорите. Продолжение следует...